МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Преступление по-доброму. Вор в Дагестане ограбил старушку, но забрал у нее не все деньги. Бассейн с шарами, световой стол для рисования и другие расслабляющие элементы сенсорной комнаты. В школе-интернате Забота презентовали новое оборудование. Канатная дорога длиною 2 километра появится в Дербенте. Все подробности сегодня в выпуске. Связал руки и ноги, но вскоре жалился и отпустил. В Казбековском районе преступник ограбил 84-летнюю женщину. У пенсионерки из накоплений было всего-навсего 3600 рублей. Грабитель, проникший в дом, оставил пожилой женщине 600 рублей и скрылся. Но по горячим следам его удалось задержать. Все подробности у Камиля Дзевятова. Это сейчас бабушка улыбается, но неделю назад она сидела, связанная по рукам и ногам, заклеенным скотчем ртом. Перед злоумышленником и не знала, останется в живых или нет. На все уговоры пенсионерке преступник не реагировал. Целью его были материальные блага, а не посыл пощады. Чтобы она за мной не проследовала, не узнала, где я живу, на какой улице, я решил ее связать скотчем. Грабитель спустя пару минут вернулся и развязал несчастную бабушку. Отдал ей 600 рублей и ушел. Она достала из своего этого, без рукавка висела. Оттуда достала платочек, развязала его. Достала оттуда купюры по 500 рублей, 7 купюр, ну 3600 рублей. С достоинством, ну 100 рублей еще. Потом она их не протянула. Я их взял и оттуда 600 рублей вернул. Но благородный поступок не имеет силы перед составом преступления. По горячим следам мужчину задержали и теперь он пристанет перед Фемидой. По горячим следам сотрудниками полиции был установлен и задержан местный житель 1987 года рождения, который сознался в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного возбужденного уголовного дела по ст. 161.2 УК РФ «Крабеж» наказывается лишением свободы до 7 лет. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Казбековский район. Отдыхать и расслабляться по методике Монте-Сори теперь будут в доме-интернате «Забота». На базе учреждения открылась сенсорная комната. Помещение, предназначенное для преодоления детьми психологических проблем. О том, что собой представляет комната и как она работает, расскажет Зумруд Гамидова. На первый взгляд, эта комната выглядит как игровая. В действительности же все наоборот. Каремула из бассейна с шарами не вылезает. Ни один объект в сенсорной комнате не вызывает у мальчика столько восторга. Тут одновременно и массаж, и релаксация, да и просто детская улыбка. Здесь все журчит, звучит, переливается, помогает забыть страхи и успокаивает. Все это дети воспринимают как игру. По мнению же специалистов, сеансы в 20 минут оказывают ощутимый эффект. Я привожу сюда детей для тех, кому нужна психологическая разгрузка. И для чего стимулировать их звукоподражание? Ну, привожу их именно для этого, что это шум воды, там шум природы, все звуки природы здесь послушать мы даем детям. Я как логопед привожу детей для этого в эту комнату, для того, чтобы они много, ну, многие из этих детей зажатые, которые не понимают. Вот чисто со своей стороны я привожу детей расслабиться сюда. Комната разделена на две зоны – для активности и для расслабления. Таким образом, психолог может заниматься с детьми, у которых диагностировали абсолютно разные отклонения. Благодаря именно вот этим сенсорным материалам мы развиваем их вот эти, их высшие психические функции – внимание, мышление, память. Многим ребятам, чтобы настроиться на рабочий процесс, нужна определенная подготовка. После занятий в таких специальных условиях детям проще адаптироваться и поверить в себя. Крутишь большую, ты молодец. Потом какая идет? Вот следующая. Какого цвета? Селеный. Селеный, да. Простыми движениями рук из обычного песка получаются орнаменты. Несколько новых штрихов, и картинка оживляется сказочными фигурами. Этот цветовой стол для рисования способствует развитию воображения ребенка. На наших окончаниях пальцев находятся нервные окончания, которые идут и непосредственно дают эти ощущения в мозг. Находится рядом с речевой зоной, поэтому и развиваем больше мелкую моторику, чтобы вызвать речь. Этот ребенок сам по себе не говорящий, а это ему дает какие-то активные ощущения, которые ему нужны. Необходимость приобретения такого оборудования назрела давно. На создание комнаты ушло около 300 тысяч рублей. Деньги на проект пожертвовал благотворительный фонд «Территория добра». Эта комната нам была очень нужна, потому что дети проводят здесь индивидуально, с ними занимаются и групповые занятия. И каждый ребенок, приходя в эту комнату, получает какое-то релаксирующее действие. Конечно, он ждет занятий с психологом в этой комнате. И, естественно, есть уже какая-то динамика. Благодаря сенсорной комнате детские игры стали одним из способов лечения, развития и преодоления психологических проблем. В такой обстановке особенным детям проще адаптироваться. Замурод Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 30 единиц транспорта для обеспечения электроснабжения поступили в районы Дагестана. Энергетики Южной и Центральной зон республики получили машины для оперативно-выездной бригады. Автогидроподъемники для работы на высоте, машины для установки опоры и перевозки различных грузов. Передача спецтехники стала возможной после неоднократных обращений от глав районов и населения. Мы это сегодня сделали. И мы понимаем, что это все-таки нужно для потребителей, для населения. Это нужно для специалистов, для энергетиков, чтобы оперативно выезжать, включать аварийное отключение, восстанавливать, а также выполнять все ремонтные работы. Поэтому мы сегодня здесь и в последующем по графику будем дальше их распределять. Очень часто обращались граждане. Естественно, мы с первых дней включились в эту работу. Мы с первых дней от нас шли просьбы руководителям Россетей и другим структурам, чтобы оказали нам помощь. Вот сегодня мы получили эту помощь. Хочу сказать огромное спасибо, что откликнулись. И главе республики, который очень много сделал. Отметим, автопарк в энергоотрасле не обновлялся практически 40 лет. По этой причине около 80 автомашин были переданы региону по решению гендиректора Россетей. В ближайшее время оставшуюся технику также распределят и между другими подразделениями сетевой компании. Ну а в Дзербенте в скором времени появится канатная дорога, места для конных и велосипедных прогулок, а также обустроенные пешие зоны. Об этом заявил глава города во время официального выезда к сооружению башни «Семи легенд», которая расположена в заповедной зоне недалеко от цитадели Нарынкала. О том, какие еще изменения ждут жители самого древнего города России, узнавала Карина Баталова. Этот комплекс в перспективе станет активным местом отдыха. Чистый воздух, свежая вода из родников и, конечно же, прекрасно видно сосновый бор и город. Все это можно использовать для привлечения туристов. Мэр города поблагодарил арендатора земельного участка, на котором находится недостроенная башня, который передал эту землю в собственность городу. Самая большая проблема, что люди потратили деньги, и эти деньги не вернули. Это около 25 миллионов рублей. И в первую очередь будем ставить задачу, как вернуть эти деньги. Проект, где находится, не знаем. Посмотрим проект. И тогда, наверное, заложим, чтобы уже начать. Это действительно идеальное, очень красивое место. В приоритете находится проект, предполагающий здесь строительство гостиничного комплекса в этнокультурном стиле. На первом этаже будут продавать сувенирную продукцию. На втором расположится конференц-зал. Другие этажи станут комнатами отдыха. Окончательного решения пока нет. Близ башни будет обустроена прогулочная зона в 43 километра. На протяжении этого 43 километра можно будет построить где-то около 5-6 туристических баз, которые могли бы людей принять как в стационаре, так и в пещем кодом. Помимо всего прочего, здесь планируют провести канатную дорогу. Ее протяженность составит около 2 километров, что позволит перевозить большое количество туристов. Проект реализовать можно, но нужно четко, досконально все просчитывать, потому что это все-таки может стать, во-первых, достопримечательностью города, потому что таких проектов даже по всему миру было очень мало реализовано. То есть там максимальный – это, по-моему, километр, а тут два получается. Канатная дорога начнется от башни Семи Легенд в верхней части Дербента. По мнению специалистов, башня – оптимальное место для начала станции. Конечная точка будет определена после подготовки технического проекта. Строительство может заняться до полугода. Карина Баталова, Давуд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. И к новостям спорта. Дагестанец Джамбулат Бижамов вошел в список лучших спортсменов по версии Федерации бокса России. Итоги деятельности за 2018 год организация подвела на Всероссийском форуме в Анапе. Воспитанник Махачкалинской академии бокса имени Султана Ибрагимова был поощрен денежным сертификатом в размере 750 тысяч рублей. Напомню, что минувший год стал для Бижамова самым успешным в спортивной карьере. Подопечный Рашид Бек Ахмедова поочередно выиграл молодежные первенства России, Европы и мира. Школьник из Махачкалы Магомед Гамидов стал победителем международного шахматного турнира «Москов Open 2019». Этот крупный фестиваль собрал более 800 участников. Представитель столичной спортшколы Карпова показал отличный результат в возрастной группе среди юношей до 15 лет. Еще четверо наших шахматистов также значительно повысили свой коэффициент. Впереди у ребят первенство России. Оно стартует в середине апреля в Сочи. Ушу-сандеисты из Карабодахкентского района выиграли больше всех наград чемпионата Дагестана, прошедшего в Избербаше. Там медали соревнований разыгрывали более 100 спортсменов в 11 весовых категориях. На кону, помимо победы, были и путевки на чемпионат СКФО. По итогам турнира у бойцов из Карабодахкента оказалось 5 наград высшей пробы. В активе махачкалинских сандеистов 3 первых места. 2 золота досталось представителям Буйнакской школы в 5 сторон света. Первенство СКФО в конце марта примет город Кизляр. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин